здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вяжем топ всего будет 4 размера вот пряжа я взяла вот видите вот это блестящее из которой я вязала платье шарлотты стопроцентный микроакрил метраж 100 граммов 225 метров довольно тяжелая она не толстая ну такой такая тяжелая в описании на всякий случай но либо приспосабливать и в любом случае приспособить можно под любую пряжу девчонки какая есть у вас в магазине идея у меня из топа из топ от зары вот давно я на него смотрела я кстати у меня была целая подборка топов можете и сделали сделать девчонки подборку топов от зары на это лето я хотела для вас сделать видео и что-то не дошли и что-то не дошли руки на них больше много вот вот этот топ мы вяжемся и сегодня чем он хорош на мой взгляд тем что он его можно летом носить его можно зимой носить как жилет под рубашку под под кофточку длинным рукавом то есть приспособить приспособить его можно круглогодично так и так вы видите что у меня связаны две детали резинка один на один перекрученная сейчас я вам ее покажу хотела соединить по бокам но вот она потом получается другая если вязать в круговую поэтому две детали связала отдельно так что касается плотности вязания 30 на 30 у меня получается еще хочу обратить внимание девчонки данные вот ширину для размеров вот я в сантиметрах даю именно в таком состоянии не разутюженном не намоченном то есть это создает как бы это будет как бы топ в обтяжку да если мы хотим свободный мы его просто методом намачивания делаем вот таким вот свободным все все как бы нюансы я допустим еще не решила как я хочу вообще их а вообще если честно я хочу сфотографировать ее надо его на дочке именно в обтяжку а потом себе сделать свободный вот какие мои планы так теперь начинаем мы вязать вот две одинаковые детали прямоугольника длину в оригинале у меня 50 сантиметров вот в длину я связала там в оригинале маленькие разрезы ки и длина я так предполагаю 35 40 сантиметров не больше в оригинале вот у меня 50 сантиметров то есть здесь уже длину корректируйте свою разрезы киевут все вы все на свое усмотрение вот количество петель для размеров у меня 125 вот в сантиметрах и вот связала я две заготовки такие и теперь буду вязать проймы пройма у нас такая симпатичная да вот начинаем для спинки для переда одинаково вот я сейчас показываю перекрученную в нормальном нормальной резинке мы вяжем вот так вот здесь мы захватываем отсюда слева направо вот таким вот образом изнаночную на в нормальной резинке вяжем так а здесь мы захвачиваем тоже тут дальнюю стеночку петли я провязала 8 петель вместе кромочной смотрите у вас будет деталь вот после кромочная лицевая с одной стороны а здесь после кромочной изнаночная с той стороны изнаночной вот вы выбираете для лицевой стороны вот эту часть где лицевая после изнаночной чтобы у вас вышло 8 петель и следующая шла изнаночная которую мы провязываем вместе со следующей петлей то есть здесь у нас скот будет идти и вот это изнаночная будет ведущей потом я вам все это покажу уже наглядно и в конце ряда точно также сейчас я вам покажу это одинаково для обе для спинки для переда мы сейчас начинаем вот так вот сокращать пока в каждом втором а далее будет в каждом четвертом ряду и так я довязала до конца ряда осталось у меня 10 петель здесь тоже у нас 8 идет на регланную линию а вот это вот изнаночная ведущая и в конце ряда мы ее меняем местами с вот этой вот первой и провязываем изнаночной начале ряда мы не меняем в конце ряда меняем 8 петель довязываем до конца ряда и изнаночный ряд без изменений в следующем лицевом делаем то же самое то есть 8 петель в начале и в конце у нас не измены далее идет 2 вместе и так девчонки наше сокращение вот смотрите я провязала переднюю деталь и сделала в каждом втором ряду вот 13 сокращение вот так вот это выглядит а на задней детали я сделала 5 сокращений в каждом втором ряду вот если посмотреть на схему то вот он моя передняя деталь вот 13 это для размера в отличие в каждом втором ряду и далее я продолжаю вязать ровно спинку же вот пять шесть семь восемь соответственно для размеров а далее у меня идут пойдут сокращения в каждом четвертом ряду ну и соответственно количество этих сокращений для каждого размера вот сейчас я переднюю деталь продолжаю вязать ровно а заднюю деталь я вот здесь вот после этой панельки сокращаю в каждом четвертом ряду либо в каждом втором лицевом ряду лицевой так девчонки следующий этап что я хочу первым делом вам сказать вот у меня никогда не бывает так чтобы все было гладко где-то я совершил ошибку вот и сейчас девчонки исправляют плеть при вас чтобы вы это видели я быстренько посчитала переднюю деталь вязала и на одну ошибок а потом в процессе думаю вика ну как же у тебя может быть такое число она у тебя одно должно быть четным чтобы в резинку вписаться вот в общем так у меня получилось исправляют девчонки изначально не 12 ну то есть вы видите то что я исправляю в каждом четвертом такое количество далее что касается высоты потому что я сейчас буду переходить на горловину первым делом высоту спинки сейчас я измеряю вам говорю высоту спинки вот здесь вот для моего размера так это перенять сейчас мы ее пока отложим вот она моя спинка вот она моя пройма да вот мы видим первая петелька сократилась и вот он мой сантиметр которым я измерю эту высоту вот от первой петельки у меня это 17 сантиметров предполагаю так для ваших размеров это уже до плеча сейчас у нас пойдет скос и горловина вот сейчас мы находимся в этом моменте на спин ну передняя часть тоже будет точно так же как бы по высоте только горловину мы будем вязать вот здесь вот начинать вязать но это не сейчас сейчас мы довязываем спинку 17 18 19 20 сантиметров до высоты для вашего размера опять же говорю девчонки разные руки бывают разные плечи бывают разные фигуры грудь и все и так далее поэтому эту эту как бы цифру вы будете корректировать по себе то есть будете мерить чтобы вам глубина чтобы там лифчик не выглядывал и все такие другие нюансы да чтобы вы себя чувствовали комфортно глубину сначала вяжите спинку а потом уже исходя из спинки вы будете вязать горловину переда вот таким вот образом я сейчас связала спинку первым делом до завязала переднюю деталь пока оставила вот и буду вязать укороченными рядами по 5 петель не довязывать до конца вы уже знаете на короче на и ряды и так я смотрите не довязываю до конца 5 петель 1 2 3 4 5 вот она у меня и поворачиваю работу поворачиваю делаю воздушную петлю здесь перекрученный захват перекручены и вяжу изнаночный ряд и точно так же в каждом ряду я буду не довязывать до конца 5 петель следующем ряду я вот до этого момента воздушную петлю не считаем вот эти 5 петель я ставлю недовязанными и так с каждой стороны я не довязываю по 5 петель итак девчонки вот смотрите я вам покажу я закрыла верняются за раз два три четыре раза незаконченными рядами сейчас я буду лыгать ну ой рисовать так новую схему чтобы вы понимали и так здесь у меня два три четыре ступеньки и если считать по это для каждого размера 8 так дальше у нас идет вот так вот ровно с этой стороны соответственно то же самое так теперь мне нужно соединить это все делом я вам сейчас покажу как мы соединяем и перейдем к передней части передней детали вот когда я добралась до вот этого воздушной петли надеюсь вам видно хорошо вот она воздушная петля я вот эту пить петлю снимаю и ее переодеваю на левую спицу и далее это поворачиваем потому что мы их поворачиваем далее провязываю лицевой вяжу до следующей петли а здесь изнаночная петля здесь переодевать не нужно здесь просто провязываем воздушную петлю и изнаночную вместе там где лицевая петля там мы меняем вот здесь у нас лицевая здесь мы меняем местами потому что чтобы у нас красиво все равномерно было здесь изнаночная здесь мы ничего не делаем просто провязываем воздушную петлю и изнаночную вместе так и до конца ряда так все здесь я соединила смотрите все она симпатично красиво без дырок в изнаночном ряду делаем то же самое я провязываю до конца ряда и там я соединю это все дело девчонки заказала пока вижу расскажу вам чуть-чуть поболтаю заказала я эту пряжу 3 мотка и я так свято верила что мне хватит и вот сейчас мне девчонки мне хватает на две детали а на воротник высокий мне не хватает и вот сейчас свяжу это все сколько мне хватит воротник возможно потом уже когда потому что эту пряжу нужно только заказывать у них в магазинах ее нет поэтому воротник я довяжу скорее всего когда за как будет заказ сети на пряжу и потом под шумок да заказать один моточек вот так что сейчас я свяжу так как есть а потом довяжу уже так как на фотографии в оригинале вот это в принципе у нас последний ряд на спинке мы его будем откладывать и будем вязать переднюю деталь точно такими же укороченными рядами но не только скосы еще и горловину все у нас будет укороченными рядами вот вот видите я приближаюсь к этим недовязанным рядам теперь я здесь делаю то же самое и теперь мне нужно вот здесь наоборот там где изнаночная в изнаночном ряду там где изнаночная мы меняем местами только вот это вот воздушная петля поверх этой изнаночной наоборот это у нас изнаночный ряд здесь же лицевой провязываем лицевой 2 вместе все наоборот только единственное что изнаночная мы сзади переброс делаем не поверх воздушной петли а наоборот сзади воздушная петля поверх это изнаночная то есть вот таким вот образом видите это идет впереди если не помните там то промотайте посмотрите вот и все и довязываем до конца ряда и теперь здесь лицевая 2 вместе просто и все спинка наша готова вот она вот они видны видны до скосы для плеча вот здесь вот будет у нас горловина все я откладываю и так девчонки вот я нарисовала схему сейчас у меня будет вырез горловины переда вот после как бы после деталь переда мы не довязываем до вершины пять сантиметров то есть до вот этой вот точки если смотреть на эту на эту деталь вот я нарисовала здесь плохо да здесь вот так вот у нас примерно будет в реале и вот эта часть у нас пять сантиметров то есть 12 13 14 15 сантиметров соответственно да теперь что я еще сделала я разделила вот мою спинку отделила 51 петлю горловины и на спицах у меня осталось с этой стороны от маркера 25 и с этой 25 у вас же соответствующие ваше число откладываю пока деталь спинки беру деталь переда и вот здесь вот тоже я уже разделила вот сейчас в изнаночном ряду сейчас провяжу один ряд и так наша передняя деталь здесь у меня нет видите от проймы не довязано пять сантиметров и теперь я буду вязать боковушечки вот эти вывязывать на передние детали для этого это будет в два этапа сначала вот эта левая полочка я вижу до маркера ровно довязала до маркера и после маркера я вижу 10 петель еще раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять и поворачивая вот мы не закончены ой 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 боже эти нитки все хорошо но они так быстро прыгают со спиц и так тяжело их поднять еще с этим узором кстати девчонки кто будет заказывать нитки есть они уже и по штучным так ссылка будет под видео делаю воздушную петлю и шагаю обратно сейчас мы вяжем пока до конца ряда потому что нам нужно восполнить эти пять сантиметров потом уже мы будем делать плечевой скос сейчас я делаю только вот здесь вот не законченные ряды в районе горловины по одной петле 10 раз всего до маркера так довязала я до конца ряда теперь снова лицевой ряд вот смотрите здесь мы не довязываем одну петлю видите вот она эту воздушную мы не считаем и поворачиваясь и таким образом продолжаю здесь оставляя по одной петле не довязываем так девчонки смотрим видите вот они по одной петелечке теперь я рано конечно включила камеру так вот смотрите я у меня получается сейчас 6 незаконченный ряд вот видите когда у меня сейчас покажу вот она здесь образовалась 1 2 3 4 5 6 незаконченных петелек ну 6 незаконченных рядов так сказать теперь мы будем уже вязать незаконченные ряды с обеих сторон то есть с этой стороны мы все также будем продолжать оставлять по одной петле не довязаны а со стороны плечевого скоса мы будем оставлять наше требуемое количество вот это петель не довязанными ну то есть так как на спинке мы делали скос здесь будем делать то же самое так вот я довязываю до конца ряда 1 2 3 4 5 еще 2 петли вот теперь поворачивая и вяжу в обратную сторону здесь оставляю одну и так вот видите для плеча я снова сделала 4 скуса и теперь что я делаю теперь я вижу на передвигаюсь как бы на вторую часть детали этот маркер уже мне не нужен так здесь опять же там где изнаночная мы провязываем вместе где лицевая мы меняем местами очень аккуратненько я не знаю из какой пряжи вы будете вязать но если вдруг из-за этой то очень аккуратно потому что она живая ну зато она очень богато смотрится так все проверяем да все у нас красивая здесь отлично то есть левую полочку мы уже вырезали теперь передвигаемся на правую и будем вязать правую а я не перекручивайся так вот вот она если вот так вот посмотреть вот у нас плечо а здесь вкус на горловину и теперь я передвигаюсь сюда и теперь буду вязать здесь точно так же сначала здесь ровно а тут по одной петле то есть отсюда давайте я вот здесь вот еще провяжу покажу так вот я довязала до конца ряда и сейчас начиная с изнаночного ряда я буду делать то же самое что я и делала сейчас довяжу до маркера а потом буду оставлять по одной петли вернее сначала после маркера 10 петелек провяжу так после маркера 10 петель поворачиваем и потом оставляем по одной и когда будет шесть начинаем делать плечевой скос с обратной стороны это мы знаем да девчонки восемь девять поворачивая и вывязываю правую булочку так ну и вот смотрим и эта половинка у меня уже готова тут 4 маркер я уже снимаю этот ряд я вижу до конца потом еще изнаночный до конца и соединяю все все оставшиеся незаконченные ряды ой не закнула незаконченные ряды чтобы у меня было ровное полотно это все я сделаю сейчас до конца ряда провяжу и следующий ряд и все уже будет готово и останется нам сшить плечевой шок связать горловинку на которую мне совершенно не осталось пряжи поэтому она у меня будет пару сантиметров всего пока пока потом доделаем так изнаночный ряд вот я соединила эти этот скос видите теперь я просто передвинусь в конец ряда и все вы сшиваем плечевые швы так вот здесь вот смотрите у нас тут в принципе уже можно не перри ничего не делать это последний ряд никаких перестановок перестановок уже утомили меня фарф все так показываем целиком как это выглядит видите все горловина у нас готова сейчас еще пропишу вам здесь горловину значит у нас по центру у нас 31 петля и здесь вот они недовязанные 10 и 10 вот такой вот у нас расклад сшиваем плечевые швы для этого мы берем спинку смотрим внимательно где у нас лицевая часть вот красивая дорожка там у нас лицевая часть и берем деталь переда тоже самое смотрим красивую дорожку мы видим да что здесь у нас ниточка 1 2 здесь что очень удобно теперь внимание девчонки теперь мы будем это делать крючком для начала но с одним нюансом сейчас я все вам буду показывать значит для начала берем по одной петли с каждой ну что вы рюжевая каждой спицы и и провязываем 2 вместе и теперь у нас будет по 3 петли по одной со спицы и вот это вот третье 2 3 4 а пятая вот смотрите беру беру одну петлю с передней детали и две петли с задней детали то есть всего 4 петли со спинки у нас 4 петли в 5 в 5 петли для моего размера для других размеров вот в каждой 6 вы добавляете со спинки одну дополнительную вот в каждую седьмую петлю для элки добавляйте одну дополнительную со спинки и здесь вот каждую восьмую для каждого размера это будет свое число промежуточное и снова подаем ее и 5 опять у вас же либо шестой седьмой восьмой и со спинки две петли и далее снова по новой отсчет раз 2 4 5 опять 2 всего так четыре раза мы делаем еще один раз 5 петель и так сейчас я вам покажу все так теперь у нас нам еще надо закрыть 2 5 петель вот видите спинка у нас на спинке получается больше петель то есть нас на на облегание спины вот мы делаем такой финт вот и теперь еще 5 либо 6 либо 8 но у нас не хватает у всех должно не хватать 4 петли которые мы берем после маркера и эту петлю которая она у нас образовалась мы одеваем для узора потому что изнаночная изнаночная здесь нам нужно лицевая вот она у нас есть с другой стороны делаем то же самое только мы вяжем уже по спинке и 5 6 у нас будет дополнительная отсюда не со стороны спинки по сути то есть сейчас я делаю то же самое с этой стороны 5 видите я отсюда взяла 2 вот счет по новой эту петлю мы сюда одеваем петельки плечико мы сшили все у нас красивенько сядет вот так вот видите по шире сзади по уже впереди выворачиваем на лицевую сторону и вяжем вот оставшиеся петли вяжем по кругу для горловины сохраняя узор он у нас здесь сохранен так что все петельки у нас совпадают вяжем резинкой горловины провязала я вверх но это не просто удача мне подвернулась видите сколько у меня в общем 9 8 сантиметров резинкой и потом еще четыре ряда чулочной гладью чтобы был вот этот вот валичик да всем известный популярный вот вот такая вот жилетка сшила я сейчас покажу как я сшила боковушки вот 10 сантиметров тоже это мои бузики и мои бусины 10 сантиметров кусочек я сшила здесь уже как хотите можете сшить до конца и оставить видите я сделала одну длиннее одну короче детальку вот можете сшить оставить разрезики вот что сделала я смотрите я 10 сантиметров сшила а здесь вот сшила по боковушке вот так вот бусины как украшение вот в принципе девчонки все вот такой вот топик я считаю он классный и на лето и на зиму я считаю под рубашку под кофточку вот очень даже удобно все девчонки на сегодня все с вами была вика школа всем пока пока